Шестой класс, двадцать четвертая серия. Графы. Граф – это набор точек, некоторые из которых соединены линиями. Эти точки называются вершинами, а линии – ребра. Степень вершины – это число ребер, выходящих из вершины. Из данной вершины выходят три ребра, здесь тоже три, два и четыре. Если степень вершины число четное, то такая вершина называется четной. А если число нечетное, то это нечетная вершина. Вот в данном графе две четные и две нечетные вершины. Чтобы найти количество ребер в графе, нужно сложить степени всех вершин и полученный результат разделить на два. Три, три, два, четыре – это степени вершин. Если сложить эти числа, получится 12, и полученный результат надо разделить на два. Значит, в данном графе шесть ребер. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. В любом графе количество ребер вдвое меньше суммы степеней всех вершин. Если степень вершины равна единице, такая вершина называется висячая вершина. Вот эта вершина будет висячая. Одно ребро выходит из вершины. Ну а если из вершины вообще ребер не выходят, то есть если степень равна нулю, вот как вот в этой вершине, то такая вершина называется изолированной. Первая задача. В государстве сто городов. Из каждого выходит четыре дороги, кроме столицы, откуда выходит 25 дорог, и города дальний, откуда выходит одна дорога. Сколько всего дорог в государстве? Итак, другими словами можно сказать так. Сто вершин в графе. Есть одна вершина степени 25, одна вершина степени 1, это висячая вершина, а остальные вершины имеют степень 4. И таких вершин будет 98. Надо найти сумму степеней всех вершин, полученный результат разделить на 2, и получится число ребер в данном графе. или число дорог в государстве. Ответ 209. Вторая задача. Может ли в государстве, в котором из каждого города выходят три дороги, быть ровно 500 дорог? Допустим, это возможно. Допустим, в этом государстве х городов. Или другими словами, х вершин в графе, и степень каждой вершины равна 3, а число ребер в графе 500. Сумма степеней всех вершин, это х умножить на 3, надо разделить на 2, и получится 500, число ребер в этом графе. Давайте попробуем решить это уравнение, найти значение х. Значит, х умножить на 3 равняется 500. х – это число городов. Значит, значение должно быть натуральное. Чтобы найти х, 1000 нужно разделить на 3. 1000 на 3 не делится. Значит, это невозможно. Третья задача. Через первую трубу бассейн заполняется за 5 часов, а через вторую – за 12 часов. Первая труба работала 3 часа, а вторая – 4. Какую часть бассейна осталось наполнить? Так, ну давайте определим сначала, какую часть бассейна наполнили. Так, итак, первая труба за 1 час наполняет 1 пятую, за 3 часа в 3 раза больше. Так, вторая – за 1 час 1 двенадцатую, за 4 часа в 4 раза больше. Так, здесь будет 3 пятых, здесь 4 двенадцатых или 1 треть. 3 пятых плюс 1 треть – это будет 14 пятнадцатых, значит, за 1 час. Здесь 1 пятая, здесь 1 двенадцатая. 3 часа – 3 пятых, 4 часа – 1 треть. Всего будет 14 пятнадцатых, а осталось наполнить 1 пятнадцатую, потому что если из единицы вычесть 14 пятнадцатых, мы как раз и узнаем, какую часть бассейна осталось наполнить. Осталось наполнить 1 пятнадцатую часть бассейна. Ответ – 1 пятнадцатая. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова